Идем Прими Прими судьбу Как в доброту людей. Видите? Почему так? Потому что настоящий путь человека, настоящая цель всегда имеет божественную природу. Человек должен поверить в то, что является красивым, добрым, вечным, чистым и светлым. Понимаете, он не должен верить в всякую ерунду, там, в квартиру, машину. Надо, ну, человек, если хочет, то есть путь означает к чему-то высокому, понимаете, а не просто там тому, что мне надо там деньги заработать там. Это не путь. Это просто выживание. Не путайте путь с выживанием. Допустим, деньги нужны, хорошо, зарабатывайте. Но это не путь. Квартира нужна, хорошо, зарабатывайте. Но это не путь. Когда человек для квартиры живет, это все, он теряет себя. Берет ипотеку, в рабство попадает на много лет. Надо для квартиры жить. Что значит выбрать путь? Это значит отдавать себя самого туда. Не надо квартире себя самого отдавать. Не надо себя отдавать в рабство из-за квартиры. Это не путь. Это выживание. Не путайте. Животные тоже себе норки роют, там, ищут пищу, но у них нет пути, потому что нет разума. Они просто выживают всю жизнь. Но они не парятся. Норку, допустим, у него своровали, там, закопали. Не парятся, новую роют. В стресс не попадает. Птички там зерна украли, но она новую ищет. В стресс не попадает. Мы попадаем, потому что мы считаем, что это путь. Норка моя, это путь. Норка — это не путь, это выживание просто, и все. Путь означает чистое, светлое что-то. Цель жизни человеческая, она с Богом всегда связана. Она имеет светлую природу. И поэтому поверить в нее надо как в доброту, как в что-то божественное, понимаете, как в душу. Видите, и в путь. Не просто там мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, а осталась гадость. То есть в путь надо поверить. То есть надо жить, действовать. Это значит, что ты идешь правильным путем. Не надо не свернуть в пути уже нигде. И стоит шаг пройти, назад уже все, дороги нет. Замуж вышел, назад дороги женилась. Женился, вышла замуж, назад дороги нет. Все. Где ребенок родился, его никуда не денешь. Назад не запихаешь, все. Вот он, это твой путь. Стоит шаг пройти, уносит время след. Все. Останься с этой женой, останься с этим ребенком. Если ты захочешь разойтись, будет хуже. Потому что ты потеряешь родных людей. Это уже потом назад не вернешь, понимаешь? Ты будешь отдельно от своих родных. Не бросай, терпи, оставайся вместе. Лучше не будет, будет хуже, если ты пойдешь не туда. Надо не свернуть в пути уже нигде, нигде. Выбрал — иди. Какая же цель? Если человек думает, цель — это влюбленность, то это безумие. Влюбленность кончается обязательно у всех. Цель — чистоту увидеть, красоту увидеть человеческой души. Живи с человеком, служи ему, прощай, терпи, пока красоту его не увидишь, пока не увидишь доброту. И тогда ты поймешь, что это настоящая жизнь. Ты настоящее отношение строишь, когда увидишь душу в человеке. Тогда уже разводиться не захочется. Счастье будет в вашей жизни. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. У вас есть душевный разговор? Мы с мужем, кроме квартиры, детей, шмоток, денег, о чем-то говорите. Сердце открываете ему. Терпите его открытие сердца. Принимаете его душу. Цель жизни, понимаете, называется любовь. Если нет всего этого, просто живем вместе, ничего страшного появится. Найдете свою возможность иметь правильную судьбу, правильное отношение. Верность придет, уважение придет, обязательно все это придет. Сначала яд, потом чистота в отношениях приходит. И так, надо понять, что чувство собственного достоинства человека, оно делает человека счастливым. В конечном счете счастливым. Сначала набираемся силы, потом принимаем судьбу. Судьбу приняли, все отлично. Теперь выбираем путь в жизни. Путь — это что? Это вера. Надо учиться думать о Боге, о чистоте людей, о красоте людей. Учиться любить природу, учиться прощать. Это путь. Путь постижения души в этом путь нашей жизни. Не постижение квартиры, машины, зарплаты. Это просто выживание. Выживание, само собой, будет, если человек наполненный силой души. Он социально становится очень сильным, потому что он становится достойным. Он сияет, как солнце, такой человек. Он все принял в жизни. Он наполненный, наполненный природой, наполненный людьми, наполненный Богом. Разве он не заработает деньги? Разве у него не будет жилья? Разве не будет жены? Разве у него не будет счастья в жизни, если он сильный? Или она сильная? Конечно, будет. Но если человек в суете живет, он постоянно думает, что вот будет квартира, будет счастье, там будет зарплата, будет счастье. Он сжигает себя. У него ничего не будет, он бежит от себя, потому что настоящая жизнь находится в глубоких отношениях, а не просто в суете. Учись любить людей, учись прощать, учись любить природу, учись любить Бога. Тогда ты станешь сильным, твое чувство собственного достоинства наполнится силой, и тогда Бог даст тебе все, что тебе нужно, потому что ты будешь излучать эту силу из себя. Человека не хватает чего-то, потому что он слаб. Сила приходит, несколько этапов, первый этап. Научись наполняться извне, а не изнутри. Не грусти, иди на природу, иди к людям, иди к Богу. Второй этап. Стал сильным, прими судьбу. Третий этап. Принял судьбу, теперь начинается жизнь. Жизнь только теперь начинается. И как она начинается? Она начинается с того, что ты понимаешь. Внешние цели, квартира, машина, любовь, женщина, дети, все это придет само. Не беспокойся об этом. Научись выбирать чистоту человеческую, Бога, высшую цель своей жизни. Научись работать на благо других. Научись быть полезным. Прими свою родину, прими свою веру. Ничего не меняй. Меня спросили, Олег Геннадьевич, можно я уеду в другую страну? Можно. Но сначала. Прими свою жену. Не меняй. Прими свою веру. Не меняй. Прими свою страну. Не меняй. Все прими, а потом решай, ехать тебе или нет. Ну так и тогда и так хорошо. Ну вот и оставайся тогда. А если ты ничего принять не можешь и поехал. Куда ты поехал? Да ты от себя поехал. Никуда ты не приедешь там. Я в Лос-Анджелесе общался со 150 мигрантами. Все пережили тяжелый стресс пятилетний, прежде чем привыкнуть к другой стране. Все до одного. Ни один не сказал, а мне здесь классно. Да не может быть такого. Человек из одной культуры уезжает в другую. Как им будет классно? Это невозможно. Классно сначала, да, чуть-чуть какое-то время, пару месяцев, когда ты на курорте там находишься. Когда жизнь начинается, там другая жизнь. Она хорошая тоже, там хорошие люди, здесь хорошие. Просто разные. Все абсолютно разные. Я в Германию приехал лекции читать. Ну, после дороги мне надо обязательно полежать в воде. В вибрации самолета снимает вода. Холодная там, контрастная вода. Вода убирает. И она делает человека... Вот ты в воду попал, там посидел 40 минут, и ты синхронизируешься с местной атмосферой. С часовым поясом совсем. Как будто ты здесь и жил. В воде посидел сразу, приехал 40 минут. Все. Я это знаю. Поэтому я по самолету сразу... Там есть такие купальницы доктора Кнейпа. Такой доктор Кнейп, он лечил водой всех. Он жил давно, больше 100 лет назад. И там купальница осталась. Там родник такой набирается. Такая, как бы, площадка такая, воды. И там в центре застроено, и по бокам, вот так вот, по кругу вода набирается. Для чего? Чтобы люди вот ходили, как цапли. Одна нога вверх, другая вниз, вот так. Очень ледяная вода, холодная. И люди ходят, лечат суставы, помогают. По кругу ходят, вот так одну ногу поднял, стоит, вторую. И вот они там ходили. А мне надо всему залезть, потому что мне надо адаптироваться. А там, понимаете, не положено. Потому что там другой менталитет у людей в Германии. Там все надо делать правильно. Там даже нельзя в лес зайти, потому что не положено. И люди, они, вот мы свеетесь, а у них такая вот культура. И это нормально. Не то, что они плохие, мы хорошие. У них такая культура, они очень вежливые, хорошие люди. Я пришел туда, начал раздеваться до плавок. Они поняли, что я русский, что я сейчас полезу в воду. И они все собрались и ушли, и там никого не осталось. Скромно очень, смиренно собрались, ушли. Улыбались, нет, так улыбались и пошли, все. Я остался один. Я спросил, что они все ушли, моих помощников, которые меня пригласили. Они говорят, здесь такая культура, здесь нельзя нарушать инструкции. Надо все делать по правилам, всегда. Иначе люди не понимают, что ты хочешь вообще. Я говорю, ну я хочу залезть в воду, я не могу ходить как сапли, мне надо полежать. Он говорит, ну вот ты русский, вот и залазь, что теперь делать, все ушли. Я залез, полежал, мне хорошо стало, пошел назад, все. Они вернулись назад потом. Ходили как сапли по кругу. Мы никогда друг друга не поймем. Они хорошие, мы хорошие. Понять невозможно. Просто невозможно. Я попробовал в Риге, вот там маленькие улочки такие. Все латыши стоят, машин нету. Машин нет, светофор красный стоит, улочка, два шага сделать всего, дорога. Машин нет, латыши стоят, русский приходит. Я стоял, 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 пошел. Русский, что-нибудь сделаешь. Мы разные все, разные. Поэтому ты уехал туда, а ты не такой, как они. Будешь мучиться. Одна в Германии женщина ко мне пришла, плачет, такая плачет. Я говорю, что плачете? Она говорит, мы такие разные, я не могу. Я замучилась здесь, мы совсем другая. Я говорю, ну что переезжали-то? Теперь принимайте судьбу здесь. Там не приняла судьбу, здесь принимай. Один говорит, я поеду в южную страну, какая-то, Эфиопия, что ли. Говорит, там люди добрее, хорошие люди. Будут там работать. Нанял там бригаду, начал работать. Они, оказывается, все очень ленивые. Работ не хотят, ходят. Он, аааа. Что ж переехал-то? Там другие люди просто. Прими их. Итак, бегать никуда не надо. Цель жизни человека находится в сердце. Жизнь коротка. Жить нам немного, всем людям немного. И если человек ближе чуть-чуть к Богу не будет в этой жизни, то он не почувствует, что он достиг чего-то. Как будто бы все прошло зря. Если человек глубже поймет людей, как Бога понять? Чистоту человеческую научись видеть. Научись видеть чистоту веры своей, в которой находишься. Святых людей научись видеть. Как некоторые один к мне встал, говорят, а сейчас нет святых людей, Олег Геннадьевич. Замечательная идея. А ты умеешь это видеть? Ты умеешь? Если бы ты умел, ты бы так не сказал. У всех людей есть чистота. У всех абсолютно. А есть люди, которые занимаются духовной практикой. Так у них чистоты в 10 раз больше. А есть люди, которые очистились духовной практикой, они сияют. Но ты их не увидишь, потому что они очень скромные. И с тобой общаться они не будут. Потому что они разговаривают только с теми, кто хочет их слушать. Потому что им много что есть сказать. А ты слышать не захочешь этого человека. Потому что правда глубокая очень вещь. И больная. Не все услышишь. И не захочешь все услышать. Поэтому святые-то есть. Просто ты недостаточно святой, чтобы их увидеть. Понимаете, мы же видим людей через призму своих недостатков. Вот в чем проблема заключается. И цель человеческой жизни в чем заключается? Чтобы увидеть настоящее. Вот в чем настоящая цель. Как мне один человек вчера сказал. Олег Геннадьевич, у меня такой-то бизнес. Я занимаюсь таким-то делом. А сейчас я начал работать над собой, молиться. Значит, это и есть мое предназначение этим заниматься? Я говорю, нет. Оставайся в своем бизнесе. Не путай одно с другим. Настоящее счастье всегда человек получает только от духовной жизни. А работать, выполнять свой долг перед людьми обязательно надо. Иначе ты станешь просто духовной ватрушкой. Вы же ходите балдеть. Такие, знаете, ватрушки духовные есть. Ничего делать никому не хотят, балдеют. Типа духовная жизнь называется. Духовная жизнь означает выполнять свой долг. А не балдеть ходить от духовной энергии. Конечно, есть монахи, они отдают себя, жертвуют Богу. Но они как ватрушки не ходят. Понимаете? То есть человек должен учиться видеть глубину. В этом цель человеческой жизни. И счастье настоящее в этом человек получает. И если он в глубину цель поставил правильную, он и на работе тоже эту цель свою воплотит. Он будет не просто работать, а храмик какой-то строить параллельно. Или еще что-то делать полезное для людей. Тогда жизнь его наполнится счастьем. Он будет счастлив. А если у него нет денег строить там и что-то делать, да деревца сади. Да просто желай всем счастья. Это вообще бесплатно. Не нужно ничего, как бы, просто желай всем счастья, кто тебе помешает. Это бесплатная вещь абсолютно. И так людям не хватает только достойной жизни. Мы унижены сами собой. У нас нет силы. Мы слабые очень. Слабые, потому что желания мешают быть сильными. Когда человек хочет не того, что надо, его мучает его желание. Жжет его изнутри. Нужно просто начать делать добрые дела. Желание погаснет само. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова